МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привіт всім любителям спорту. Сьогодні наш тренер з йоги Лариса Фомченко продемонструє нам вправи, які допоможуть загартувати ваше тіло та зміцнити імунітет. До спортивного процесу долучусь сьогодні і я про своє враження. Обов'язково розповім вам в кінці. Добрый день, добрый день. Вперед межсезоння наша иммунная система требует немножко больше внимания, потому что возможны простудные заболевания и так далее. Чтобы это предотвратить и всегда быть в форме и в строю, мы предлагаем короткий и очень простой комплекс йога-асан или упражнений. Настраиваемся, соединяем плюс и минус, так, чтобы включить внутренний свет. Удобная поза. Можно покачаться. Ягодицы, как подушечки, свободны. Складываем кисти рук в замочек и вдыхаем, надавив тазом в пол. Выдыхаем, разворачиваем ладошки к макушке. Плечи расслаблены, разогреваем все суставы, особенно запястья. Еще раз вдох. И с выдохом левую коленку подтянув к полу, опускаемся в наклон за замочком рук вправо. Освободив кисти рук в предельной точке наклона, опускаем правый локоть и ладошку в пол и посмотрим из-под плеча вверх. Если представить себе за спиной стеночку, то обе лопатки лежат на стене и левое ухо на воображаемой стеночке. Еще больше натягиваем коленку левой ноги к полу, улыбаемся себе вовнутрь. Правая ладошка толкает пол, не спеша, передаем напряжение в мышцы корпуса. Левая ладошка просто нарисовала дугу над головой, сидя прямо, опускаем ладошки на бедра. Очень хорошая дыхательная практика, которая может сопровождать занятия, немножечко освобождая, вернее, помогая освобождать тело от каких-то застойных напряжений, а самое главное, от навязчивых мыслей. Итак, язык расслаблен под верхним небом, вдох носом левый плечевой сустав, подтягиваем вверх. Выдох через приоткрытый рот, резко сбрасываем напряжение, плечо упало. Еще раз вдох, левый плечевой сустав подтягиваем вверх и выдох, сбрасываем. Складываем кисти рук в замок, таз давит в пол, подтягиваемся вверх. Вверх, выдох к макушке. Еще раз вдох. Правую коленку подтянув к полу, наклон. Высвободив кисти рук, левой ладошкой, плечом опираемся в пол и смотрим вверх. Представляем стеночку за спиной, выкладываем на воображаемую стеночку за спиной обе лопатки, плечо правой руки и правое ухо. Улыбаемся вовнутрь, вовне. Левая ладошка толкает пол, не спеша поднимаемся. Опускаем обе ладошки. Вдох, подтягиваем вверх, выдох через приоткрытый рот сбрасываем. Еще раз вдох, носом правой подтягиваем. И ненужные мысли сбрасываем. Дальше обхватываем локти за спиной, прижав лопаточки к спине, либо складываем ладошки в намасты, так, чтобы мизинчики легли на спинку. Очередной вдох. Поднимаем подбородок, выдох, подтянув пупок к спине, не поднимая таз, опускаемся в наклон. Локти направляем к тазу. Дышим спокойно носом, без задержек. Подтягиваем локти к тазу, плечами не спеша, без резких движений поднимаем корпус макушкой вверх, высвободив ладошки, опускаем на колени. Плечи расслаблены вдоль корпуса, вдох носом, оба плечевых сустава подтянули к ушам, выдох, через приоткрытый рот сбрасываем. Еще раз вдох. И еще раз. Замечательно. Итак, переходим к комплексу упражнений или йога-асан, который активизирует работу органов кроветворения, пищеварения, выделения, то есть основных органов иммунной системы. Левую ножку выпрямляем, подтянув пальчики стопы к коленке, высвобождаем ягодичные мышцы, так, чтобы тазовые кости приняли на себя вес корпуса. Переносим стопу правой ноги к наружной стороне бедра и натягиваем за макушкой вверх, толкнув тазом пол позвоночник, пальчики стопы левой ноги максимально на себя, внимание на дыхание. Не поднимая плечи, с выдохом вокруг позвоночника, подтянув попок к спине, разворачиваем корпус вправо. И сразу правая ладошка на уровне копчика опирается в пол. Левая, можно поднять руку и завести плечо к наружной стороне правого бедра. Стопа правой ноги опирается плотнее в пол. Шея, продолжение линии позвоночника, подбородочек за правым плечевым суставом. Еще больше пальчики левой стопы тянем на себя, таз в пол, текучее дыхание, лопатки вдоль спины. Не поднимаем плечевые суставы. С выдохом освобождаемся от напряжения, отпускаем форму, расслабляем плечи, разворачиваем корпус влево к центру. И обязательно нужно выполнить в обе стороны. Мы же сейчас переходим к следующему упражнению из этого комплекса. Кулачки с наружной стороны таза опираются в пол, между пяточками ширина таза. Поднимаемся и толкнув коленки вперед, седаличные кости выкладываем на пяточки. Промассировав стопы, опускаем ладошки в пол на ширину плеч. Выпрямив ноги, выстраиваем левая стопа к ладошкам, правая подальше за спину. И опускаем таз до прямого угла в коленном суставе. Ладошка правой руки под плечевым суставом. Вся плоскость стопы левой ноги чувствует давление равномерное в пол. Линия позвоночника во внимание, очередной выдох. Левая рука вверх. Выстроив руки вертикально, подтягиваем внутреннюю часть. Бедра левой ноги к центру грудной клетки. Спокойно дышим. Пяточку стопы правой ноги выталкиваем подальше. Не менее пяти циклов дыхания выдерживаем эту позу. Один цикл дыхания – это вдох и выдох. И затем с очередным выдохом опускаем левую ладошку к внутренней части стопы левой ноги в пол. И правую стопу за спиной развернули пяточкой к центру в пол. Вместе с этим, подтянув коленную чашечку, разворачиваем таз, плечо левой руки и правая рука вверх. Подтягиваем вовнутрь мышцы дна таза, так, чтобы тело изнутри чувствовалось плоскость. И теперь разворачиваем плечо правой руки, так, чтобы рука была по диагонали, как продолжение линии от правой пяточки, макушка и пальчики правой руки. Не менее пяти циклов дыхания, лучше двенадцать. С очередным выдохом опускаем ладошку, коленку и приставляем левую коленку. Дальше нужно, желательно, выполнить позу березки. Эту позу, листойка на лопатках, мы знаем все из детского сада еще, наверное. У каждого своя техника выполнения этого упражнения. Сейчас поднимаем таз, скрестив ножки поближе к коленкам, перекатываемся через стопы, так, чтобы было пространство на коврике назад. И опустив, да, я буду рассказывать, обхватываем голени и повисая на руках, держим внимание на позвоночнике. Позвоночек за позвонком выкладываем на коврик, опускаемся потихонечку. Да, бедра можно тоже подтянуть к грудной клетке. И теперь, отпустив голени, ложимся, то есть подтягиваем плечи ближе к ребрам, ладошки развернуты к голове. Опираясь на локти, приподнимаем грудную клетку и шагаем лопатками к тазу вдоль пола. Теперь, опираясь на лопатки и плечи, поднимаем таз и выталкиваем вес тела в стопы вверх. Отлично. Руки согнув в локтях, ладошками поддерживаем спинку. Очень важно не забрасывать стопы далеко к голове, так, чтобы тело все-таки было вертикально. Прекрасно. При этом грудная клетка не должна перекрывать горло. Вытягиваем плотнее, опираясь лопатками и плечами в пол, макушку из корпуса. Создается такое впечатление, как будто бы локти и макушка растягиваются вдоль пола в противоположных направлениях. При этом удерживаем давление веса всего тела на лопатках. Поэтому называется стойка на лопатках. Прекрасно. Здесь по самочувствию, желанию от 3 до 12 циклов дыхания. Можно вообще выполнять только березку и доводить до 3 минут выдержку в этой асане, в этом упражнении. Хорошо. Теперь мягко соскальзывает спинка. Обхватываем ладошками голени и колыбелька. Из стороны в сторону перекатываемся. Вперед-назад. Отлично. Отлично. Промассировав импульс напряжения в стопы во время выдоха, подтягиваем корпус, садимся. Тоже эмоции у меня зашкалюют. Та и вправо, хочу вам сказать, совсем не складны. Хорошее самочувствие, хорошее настроение, здоровье – это совсем не сложно. И доступно каждому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!